Сегодня я хочу поделиться с вами одной задачей, которую я сам узнал еще когда учился в восьмом классе и занимался в астрономическом, а точнее сказать в телескопостроительном кружке у Леонида Леонидовича Секрука. И как-то раз он принес на занятия кружка номер журнала Sky and Telescope с статьей про крабовидную туманность. И в этой статье были две фотографии этой туманности, сделанные с интервалом в несколько десятков лет. И мы тоже возьмем две фотографии, сделанные с приличным интервалом по времени. Первая фотография получена в 50-м году на лучшем в ту эпоху телескопе в обсерватории Маунт-Паламар. А вторая выполнена в 2000 году на космическом телескопе Хаббл. Обе фотографии совмещены по неподвижным звездам. И посмотрите, если переходить от первой фотографии ко второй, то видно, что крабовидная туманность расширяется прямо на наших глазах. И те, кто впервые обнаружил это расширение, сказали себе, ну раз так, то похоже, что крабовидная туманность возникла в результате гигантского космического взрыва. И этот взрыв произошел по космическим меркам совсем недавно. И мы можем посчитать, в каком приблизительно году он произошел. Отметим на фотографии 50-го года несколько характерных пятнышек в структуре нити крабовидной туманности. А потом пометим эти же пятнышки на фотографии 2000-го года. И оказывается, что за 50 лет все характерные расстояния увеличились примерно на 5%. А это значит, что взрыв крабовидной туманности произошел примерно тысячу лет назад, то есть в тысячном году нашей эры плюс-минус несколько десятилетий. И вот оказывается, что в июле 1054 года китайские астрономы наблюдали в созвездии Тельца на утреннем небе ярчайшую звезду, которая была видна в течение целого месяца. Итак, астрономы узнали, что крабовидная туманность представляет собой такие разлетающиеся с огромной скоростью во все стороны газовые потоки, возникшие в результате вспышки сверхновой звезды, наблюдавшейся почти тысячу лет назад. И, конечно, хорошо было бы узнать, с какой скоростью разлетаются эти потоки, и на какое расстояние они разлетелись за тысячу лет. Но если бы мы знали расстояние до крабовидной туманности, мы бы, конечно, зная ее угловые размеры, нашли бы ее истинные размеры, ну и так далее по этой схеме, но расстояние мы не знаем пока что. Но у нас есть возможность обратного хода. Если бы мы знали скорость, с которой разлетаются эти потоки, мы бы нашли и размеры туманности, и расстояние до нее. И тут Леонид Леонидович вынул из своего портфеля еще одну фотографию, на которой был изображен спектр крабовидной туманности. Здесь надо обратить внимание на вот эту яркую двойную линию. На самом деле это одна из линий однократно ионизованного кислорода, с длиной волны 3727 ангстрим. А на две линии она расщепилась из-за эффекта Доплера, потому что дальняя часть туманности улетает от нас, и ее спектр сдвигается в красную сторону. А ближняя часть летит к нам, и ее спектр сдвигается в синюю сторону. И расщепление этих линий составляет 30 ангстрим. И теперь мы можем составить пропорцию. Расщепление линии в 30 ангстрим так относится к самой длине линии в 3730 ангстрим, как удвоенная скорость движения газов, потому что у нас есть газы, которые летят к нам, и есть газы, которые летят от нас, и расщепление соответствует этой удвоенной скорости, относится к скорости света. Ну и, соответственно, из этой пропорции мы находим, что скорость движения газов составляет 0,004 от скорости света, или 1200 км в секунду. Ну а раз мы нашли скорость, мы можем найти и размеры крабовидной туманности, ведь разлет ее происходит в течение тысячи лет, и значит надо взять и умножить тысячу на четыретысячных, и мы получаем, что радиус характерной крабовидной туманности составляет порядка четырех световых лет, ну а соответственно ее диаметр, ну правда она несколько вытянута в одном направлении больше, чем в другом, ну во всяком случае ее характерный размер от края до края составляет порядка восьми световых лет. А теперь мы можем найти и расстояние до крабовидной туманности. В Земле она видна под углом в пять угловых минут, что составляет 0,07 иродиана, и это означает, что расстояние до крабовидной туманности в семьсот раз больше ее размера. Размеры мы оценили в восемь световых лет, и значит расстояние до крабовидной туманности составляет порядка шести тысяч световых лет. И на этом месте история о том, что мы сделали тогда в восьмом классе с Сикаруком заканчивается, но про крабовидную туманность конечно же можно рассказывать еще очень много разного интересного. Ну во-первых, астрономы спросили себя, если действительно вот эти разлетающиеся газы возникли в результате взрыва сверхновой звезды, то что осталось от самой этой сверхновой? Можно ли там в центре туманности углядеть какой-то объект, который является этим остатком? Ну там действительно имеются две слабенькие звездочки, и одну из них Баады в сорок втором году действительно, ну не то, что Баадыш действил, но во всяком случае как бы пришел к выводу, что ничто не противоречит тому, что она в самом деле находится не ближе к нам и не дальше от нас, чем сама туманность, и она могла бы быть этим самым остатком. Ну следующий кусок этой истории происходит уже в 68-м году, когда на крабовидную туманность был направлен радиотелескоп, и тогда было установлено, что там где-то внутри туманности имеется радиообъект, который мерцает с частотой 30 раз в секунду, а в 69-м году через год было обнаружено, что он мерцает и в оптическом диапазоне. И здесь астрономы пришли к выводу, что остатком этой сверхновой является нейтронная звезда диаметром всего в 20 километров, которая вращается вокруг своей оси с частотой в 30 раз в секунду, то есть вот так, как это длил. И из этой звезды направлено что-то вроде прожектора, и этот прожектор 30 раз в секунду оказывается обращенным в нашу сторону. Следующее замечательное изображение крабовидной туманности было получено в 1999 году на Космической рентгеновской обсерватории Чандра. Здесь видны многие детали, которых не было видно ни в оптическом, ни тем более в радиодиапазоне. На этом снимке можно видеть вылетающие из пульсара струи и сложные тараидальные структуры вокруг него. И, конечно, крабовидная туманность послужит источником еще многих открытий в астрономии и астрофизике. А вам я хочу задать наш традиционный заключительный вопрос. Как получилось, что нейтронная звезда в центре туманности делает 30 оборотов в секунду, хотя обычные звезды, ну взять, например, наше Солнце, вот оно делает один оборот за 25 суток. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к нашему ролику на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok